Алифтина Мураткина из Тольятти приехала на областной фольклорный фестиваль Керсари в семейном женском костюме. Он передается по наследству, ему уже больше века. Сшит из натурального льна. Каждый элемент или узор имеет свое значение. Например, по ожерелью из монет можно узнать, насколько богата семья. У Алифтины Мураткины оно составлено из денег, которые были от Чеканины еще в 17 веке. Ходячий музей, да и только. А еще костюм расскажет не только про статус человека, но и в каком регионе России он живет. Об этом говорит покрой, узоры и цветовая гамма. Поэтому выбрать жениха или невесту для Чувашей не проблема. Чуваши имеют очень много детей в семье. В современном варианте, наверное, трое детей уже. А так в наше поколение. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Много детей имели. Конечно, детей имели тогда, когда в семье достаток. Женщины, они и дома, и на работе помогают людям. Они очень привязаны и очень ценят семейную жизнь. И какой же праздник без застолья на фестивале Керсари, именно так называется национальный чувашский напиток, прошел конкурс на лучшее блюдо. Было представлено больше десятка разных угощений. От пирогов до разносолов. Евгения Евсеева из села Большое Ермакова Кошкинского района приготовила уникальное национальное угощение – шартан. В овечьи желудок закладывают мелко нарубленный ливер с салом, приправляют чесноком и специями. Затем четыре часа мясной деликатес запекают в русской печи на кленовых дровах. Чуваши вообще в историю они в два-три раза запекали. То есть первый раз запекут, потом вытаскивают, остужают еще раз. Для того, чтобы он стал посуше, поплотнее, сок весь, как говорится, он сам себя берет и потом хранится долго. Это же для хранения, старину-то не было холодильников. Как моя бабушка говорила, это было крестьянское блюдо, потому что графья, они как бы вот эти внутренности, они больно не ели. Прошла на фестивале и ярмарка народных промыслов. На память можно было выбрать сувенир, книгу и даже заказать у мастеров традиционную чувашскую одежду. Кирсари проходит осенью после сбора урожая, когда можно встретиться всем народом, порадоваться успехом в работе и весело отдохнуть. В старину праздник отмечали целую неделю. Сейчас всего один день. Сегодня тоже народу очень много. Все чуваши, местные чуваши по всему региону, по всей области собрались, но там они скучают, скучают, без друг друга. Они общаются, радуются, радуются, когда вместе. Я бы сказал даже, они с нестерпением ждут следующего года, когда опять же люди соберутся и будут праздновать этот великий такой праздник. Праздник день недели. Помогают провести фестиваль Самарскому областному Чувашскому культурному обществу «Пихель», региональный Минкульт и администрация Самары. Именно подобного рода мероприятия являются теми площадками, на которые приходят представители разных народов, лучше узнают культуру друг друга, проникают в нее, обогащают себя духовно. И именно это дает нам возможность понять, что рядом с нами живут друзья, братья, такие же люди, как мы с вами, россияне, жители большого многонационального города Самара. Победители и лауреаты фестиваля получили грамоты за сохранение культурных традиций. Украшением праздника стал концерт Чувашского народного творчества. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.